Книга открытым оком. Вопрос 1907 том. Болезнь. Тема. За здоровьем гонялись раньше и теперь, и всегда. Но главное то, что болезни от грехов. Или есть какие-то другие причины. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сегодня, как и вчера, был лозунг, не писанный у глупо верующих. Жить, грешить и не болеть. Но Библия нас учит, что диагностический центр Христов дает безосыбочную карту болезни. Иоанна 8.11. Я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Иоанна 5.14. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему. Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. 2 Петра 2.20. Ибо если, избегнув сквер мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Есть удивительные примеры в житьях, когда причину болезни тут же выписывали вместе с закрытием бюллетеня. ОМОН 4.10. Однажды к нему приведен был отрок в укушенную бешеную собаку. В припадках беснования он кусал свое собственное тело. Родители отрока, припадая к ногам святого ОМОНа, просили его исцелить их сына. Но святой сказал им, что вы утруждаете меня, прося у меня того, что превосходит мои силы. В ваших руках и болезнь, и исцеление отрока, так как укравшую вдовы, святой назвал ее по имени Вала, вы тайно убили его и съели. Посему возвратите ей живого Вала, и сын ваш исцелеет. Родители снущегося отрока услыхав все ужаснулись, что святой знает их тайны, и сознавшись в своем преступлении, клятвенно обещались возвратить украденное. Тогда святой, помолившись, исцелил отрока и отпустил их с миром. Они же, с радостью вернувшись в дом, тотчас ждали вдовица другого Вала вместо убитого ими.